Медитация 103. Почти безумие. Стать искателем значит почти сойти с ума в том, что касается мира. Да, вы входите в безумие. Но это безумие – единственное возможное здоровье ума и души. Наше несчастье в том, что мы забыли язык любви. И причина та, что мы слишком отождествились с рассудком. В рассудке нет ничего неправильного, но у него есть тенденция к монополии. Он опутывает все ваше существо. Тогда чувство страдает, чувство не получает питания и умирает. И постепенно вы забываете о чувстве. Оно сжимается и сжимается. И мертвое чувство становится мертвой тяжестью. Мертвое чувство становится мертвым сердцем. Тогда человек кое-как продолжает жить. Но только кое-как. Без всякого чарования, без всякого волшебства. Потому что без любви в жизни не бывает волшебства. Без поэзии жизнь остается прозаической и плоской. Да, в ней есть грамматика, но нет песни. В ней есть структура, но она бесплотна. Риск перехода от рассудка к чувству. Попытки восстановить равновесие. Только для тех, кто действительно храбр. Только для сумасшедших. Потому что цена, которую нужно заплатить за вход, ни больше, ни меньше, как ваш расчетливый ум, управляемый логикой ум, математически выстроенный ум. Когда этот подход отброшен, проза отходит на второй план. И в центре оказывается поэзия. В центре больше не целеполагание, но игра. В центре больше не деньги, но медитация. В центре больше не власть, но простота. Непривязанность, радость жизни, почти безумие. Субтитры добавил DimaTorzok